Приветствую всех любителей огромных цветов! Сегодня делаем очередного гиганта с главной задачей сэкономить при этом бумагу. Для этого будем использовать гофрированную бумагу яркого цвета, 9-литровую пластиковую бутылку, форму для СВЧ-печи, металлопластиковую трубу диаметром 16 мм, клей и клеевой пистолет. Подготовим стол. Займемся формой. От бутылки отрезаем верхушку на 2-3 сантиметра выше, чем высота формы для СВЧ. У меня форма 12 сантиметров. От бутылки отмеряю и отрезаю 15 сантиметров. Небольшой надрез ножом, а затем ножницами прорезаю до конца. Освободим бутылку от лишнего и отпиливаем горло. Нет, ножом этого не сделать, нужна пила. Кстати, вот очень удобный женский вариант. Горло после небольших стараний отпилено. От края бутылки отмеряем 3 сантиметра и прорезаем вверх. Затем отступаем 5-6 сантиметров и повторяем разрез вверх по 3 сантиметра. Все нарезанные полоски загибаем. На самом деле нам понадобится только 4 отогнутых полосы. С помощью их мы будем крепить эти детали друг к другу. Пометим их, чтобы не ошибиться. Лишние просто отрезаем. Получилась черепашка. Примеряем форму и определяем места креплений. В верхней части свечек крышки делаем отверстие. В него с натугой будет заходить металлопластиковая труба диаметром 16 миллиметров. Немного помочившись, я вспомнила о паяльнике. С ним все пошло быстрее. Труба установлена. На форме из бутылки делаю отверстие для креплений. По окружности горловины тоже проделаю небольшие отверстия. Для крепления понадобятся хомуты и проволока. В форме из свечек тоже предстоит проделать отверстие. Но перед этим соединяем формы и точно определяем места их нахождения. Точки ставим с внешней стороны. Для удобства помечаем символами, какие отверстия каким принадлежат. После этого можно проделать дырки с помощью паяльника. Нет паяльника, наколите над плитой гвоздь. Перед креплением форм закроем горловину бутылки с помощью проволоки. Свою я выдернула из старого обычного электрического провода. В итоге получится вот так. С внутренней стороны формы на проволоку клею крышку. Она предназначена для фиксации металлопластиковой трубы. Будьте аккуратны, не обожгитесь. Соединяем две половины формы между собой. Благодаря тому, что верхняя часть формы легкая, вставить хомуты не составит никакой сложности. хомуты затягиваем. Лишнее отрезаем. Приступим к бумаге. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Полученное полотно разрезаем на три равные части по 16 сантиметров. Складываем пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем лепесток. Заготовка у меня получилось 7 сантиметров. Из всех заготовок вырезаем аналогичные лепестки. Лепестки готовы. Берем по три штуки и собираем у верхушки в мелкую складку. Закручиваем в одну сторону. Аккуратно растягиваем, не трогая верхушку лепестка. И всем заготовкам лепестков придаем законченный вид. 24 лепестка готовы. Я нашла небольшой остаток красной бумаги. О да, забыла сказать. У формы СВЧ был бортик и я отрезала его ножницами. Так вот, из бумаги я произвольно нарежу полоски. Это для борта формы и произвольный прямоугольник для фиксации его на самую макушку. С помощью клеевого пистолета клею полоски на край формы и прямоугольник на верхушку, хорошо его растягивая. Можно приступать к цветку. Лепестки клеим так, чтобы кончик лепестка немного заходил за середину. Лепестки клеим по форме, немного натягивая. Клею давать остывать. Клеим по форме внахлёст. Клеим по форме внахлёст. Первый круг завершён. Бумаги потратили совсем чуть-чуть, а середина уже готова. Приступаем ко второму ряду. Лепестки клеим между лепестками предыдущего ряда. Поднявшись над первым рядом на 2-2,5 см. Клеим по кругу. Клей наносим только на основании. Второй ряд завершён. Приступаем к третьему ряду. Лепестки клеим на уровне второго ряда, попадая между лепестками предыдущего ряда. Клеим по кругу. Лепестки придерживаем, даём клею схватиться и остыть. Ряд завершён. На это у нас ушло 50 см бумаги. Форму пока в сторону. Рулон на стол. От рулона отмеряем и отрезаем 50 см. Полученное полотно разрезаем на 3 равных части по 16 см. И вырезаем лепестки. Но я это уже показывала. Способ всё тот же. Получилось 24 лепестка. Придадим лепесткам закрученный растянутый, законченный вид. Лепестки готовы к поклейке. Лепестки будем клеить, утопив их в самую глубину. Клей наносим на лепестки и заведя их максимально вниз, фиксируем с помощью линейки. Так будет гораздо удобней. Лепестки клеим по кругу внахлёст. Вот где у нас лепестки. Последний лепесток четвёртого ряда. Ряд завершён. Для следующего ряда лепесток немного выгнем. Клеить будем, поднявшись над лепестками предыдущего ряда. Но перед этим я хочу внести в цветок небольшое разнообразие. От рулона бумаги розового или белого цвета отмеряем 30 сантиметров и отрезаем. Полученные разрезаю на 3 равных части по 16 сантиметров. Отрезок сложим пополам и ещё раз пополам. Вырезаю уже знакомые лепестки. И подготавливаем их к поклейке на форму. Продолжаем клеить с редкими добавлениями светлых лепестков. Клеим лепестки по кругу внахлёст, поднявшись над лепестками предыдущего ряда примерно 2 сантиметра. Ряд завершён. В этом ряду только 2 светлых лепестка. У меня осталось 3 красных лепестка. Этого мало, поэтому от рулона бумаги отмеряем 50 сантиметров и отрезаем. Полученное полотно сложим и отрежем 16 сантиметров. И пока отложим его в сторонку. Из отрезанного вырезаем лепестки и подготавливаем их к поклейке. Клеим следующий ряд к свечей форме. Клей наносим теперь на тыльную сторону лепестка. Не ошибитесь. И фиксируем на самый край, опустившись вовнутрь на 1 сантиметр. Лепестки клеим по кругу. Внахлёст немного призборяем. Думаю, можно добавить немного светлых лепестков. И продолжаем работать с красными. Клеим по кругу. Сейчас это уже выглядит как полноценный бутон. Финалим ряд, светлым ряд завершен. От лежащего в стороне кусочка отмеряем и отрезаем 25 сантиметров. Остаток в сторону. Полотно сложим пополам и на три части. Вырезаем точно такие же лепестки, только чуть больше. Лепесткам придаем законченный вид. Но этих будет мало. И поэтому мы весь оставшийся рулон, а у меня это 1 метр, сразу раскроим. Делим его пополам по 25 сантиметров. И начинаем формировать лепестки. Метровое полотно сложим пополам, еще раз пополам. И полученное полотно на три части. Вырезаем до конца с обеих сторон. У меня получилось 12 заготовок. Вырезаем лепестки. Процесс уже вполне знаком. Из второй части отрезка 25 на метр. Вырезаем аналогичные лепестки. И подготавливаем их к поклейке. Лепестки готовы. Клеим их на форму. Я предлагаю немного доработать бутон. Возьмем 6 лепестков. И я предлагаю клеить их между лепестками на форме из бутылки и лепестками на СВЧ форме. Клей наносим на внутреннюю поверхность. И клеим по кругу с минимальным нахлёстом. Финальный лепесток. Середина готова. Добавим светлого лепестка. Только он немного маловат. И я приклею его в большой листок. Лепестки клеим не на форму, а на лепестки предыдущего ряда. Встык к форме. Клеим по кругу внахлёст. Слегка призборяем. Клей наносим на основание. Лепестки придерживаем. Даем клею схватиться и остыть. Здесь слегка призборяем. Финальный лепесток этого ряда. Ряд завершён. Дальше лепестки немного усложним. От второго рулона, тот же тон 580, отмеряем 1 метр и отрезаем. Разрезаем его для удобства работы пополам по 50 сантиметров. Первое полотно сложим, разрежем пополам по 25 сантиметров. Второе полотно также разрезаем пополам по 25 сантиметров. И начинаем раскраивать лепестки. Отрезок пополам и на три части вырезаем лепестки. Я вырезаю именно так, для того, чтобы обрезки были крупнее. Впоследствии я использую их в более мелких цветах. Да, веду себя как хомяк, но выкидывать жалко. Лепестки нарезаны. Придадим лепесткам закрученный вид. От остатка рулона светлой бумаги отмеряем и отрезаем 40 сантиметров. Разделим отрезок пополам по 25 сантиметров. Из полученного сделаем лепестки. Ширина заготовки у меня 7 сантиметров. Вырезаем лепестки. Из завитушек растягиваем лепестки. Дальше нам пригодится степлер, скобы и нарезанные прямоугольники из не толстого картона. Присборим лепесток у основания и зафиксируем степлером. На вспомогательную картонку соберем лепестки в количестве трех штук. Трехлистники подготовлены. Клей наносим и на картонку, и на цветную бумагу. И фиксируем ее и на форму, и на сами лепестки предыдущего ряда. Клеим по кругу с интервалом между картонными полосками в 1 сантиметр. Клей наносим и на картонку, и на бумагу. Держим подольше. Клей должен схватиться и остыть. Финальный лепесток занимает свое место. Вот что в итоге должно получиться. С внутренней стороны и вот так будет с внешней. Просто красиво и классно. Но пока мы продолжаем. От рулона бумаги отмеряем и отрезаем 1 метр. И у меня остается 50 сантиметров. Метровый отрезок разрежем пополам по 50 сантиметров. В итоге 3 отрезка по 50 сантиметров. Все отрезки разрезаю пополам на 2 равные части по 25 сантиметров. В итоге 6 отрезков 50 на 25 сантиметров. Каждый отрезок делим пополам и на 3 части. Вырезаем лепестки. каждому лепестку придадим законченный вид на столе у меня лепестковое море и я тихо в сторонке складываю их в трехлистники следующий ряд трехлистников будем клеить на том же уровне по кругу попадая между лепестками предыдущего ряда вернее между бумажками предыдущего ряда клей наносим и на картон и на цветную бумагу клеим по кругу финальный лепесток ряд завершён цветок уже выглядит вполне большим а мы при этом использовали только два рулона но у нас есть третий рулон бумаги от рулона отмеряем и отрезаем 1 метр плюс 1 метр и остаток у меня к сожалению только 30 сантиметров сложим 1 метр и разрежем на две равные части по 25 сантиметров 2 метровый отрезок разрезаем также пополам по 25 сантиметров и 30 сантиметровый остаток тоже пополам по 25 сантиметров немножечко хочу добавить красок берем бумагу более темного оттенка и отрезаем 50 сантиметров делим его также пополам по 25 сантиметров хочу отметить что не светлых не темных вставок можно не делать цветок от этого хуже не станет просто если есть возможность чего же не добавить и так начнем с темных сложим отрезок пополам еще раз пополам вырезаем лепесток со второй половины делаем все то же самое метровый отрезок сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам до сразу скажу вырезать будет сложно следующий метр мы сначала разрежем пополам и каждую половинку сделаем отдельно полотно складываем пополам и еще раз пополам из каждого метрового полотна получается 8 лепестков полотно из 30 сантиметрового остатка сложим на 3 части и вырезаем лепестки со вторым остатком поступаем аналогично из остатка я получила всего 6 лепестков следующий метр сложим пополам и разрежем каждую часть сложим пополам и на три части вырезаем скругленные лепестки начнем с более узких заготовок придадим им законченный вид лепестков затем сделаем это со всеми остальными заготовками нетронутые пока остаются широкие и темные широкие лепестки переворачиваем цветок вниз бутоном и начинаем клеить лепестки перед фиксацией лепесток нужно слегка изогнуть у основания клеить будем на край вспомогательного картона наносим клей на основание и фиксируем лепестки клеим по кругу внахлёст на одном уровне лепестки можно слегка присборить ряд завершён следующий ряд я решила добавить светлых лепестков клеем отступая от края два сантиметра клеим по кругу стараясь попадать между лепестками предыдущего ряда таких рядов можно сделать очень много по сути пока не закончится сама форма но моя цель была уложиться в создание цветка всего из трех рулонов в процессе фиксации лепестков этого круга я добавила лепестки светлой бумаги ряд завершён цветок стал совсем большим и он уже не помещается в камеру широким заготовкам придадим вид красивых лепестков и подготовим их к поклейке возвращаем цветок на стол красотою вниз отступив от последнего ряда полтора сантиметра клеим лепестки по кругу стараясь попадать между лепестками предыдущего ряда в перемешку с красными добавляю лепестки темного цвета финальный лепесток этого ряда и у меня осталось 5 лепестков я их наклею в те места которые сочту нужными как я не пытаюсь цветок не лезет в камеру целиком решила положить его на пол диаметр цветка 84-85 сантиметров он получился в меру большой и в меру пышный от металлопластиковые трубы отмеряем ровно столько чтобы после захода во внутрь формы над поверхностью оставалось примерно 15 сантиметров в моем случае это 23 с половиной сантиметра для завершения цветка добавляем зеленой бумаги отмеряем и отрезаем 60 сантиметров это полотно разрезаем на две равные части по 25 сантиметров полотно сложим пополам еще раз пополам и еще раз пополам примерно от середины по направлению вверх отрезаем угол с одной стороны и угол с другой стороны затем разрезаем до конца складываем в мелкую складку и скручиваем растягиваем и формируем листок со второй половины зеленого цвета поступаем аналогично клей наносим практически на половину поверхности листка клеим зеленые листья с заходом и на красные лепестки и на форму листья клеем с нахлёстом по кругу изгиб листка смотрит наружу листья придерживаем даем клею схватиться и остыть первый ряд завершен иногда остаются пустые места и их мы заклеим остатками от листьев предварительно подготовив второй ряд зеленых листьев должен закрыть всю форму клей наносим на половину листка клеим так чтобы отверстие не заклеивать клеим по кругу слегка присборяем в нахлёст зеленые работы практически завершены теперь предстоит вставить в отверстие трубу на мою обмотку не обращайте внимания вам она не нужна это я слегка ошиблась клей наносим на нижнюю часть трубы и вставляем ее в отверстие и на место стыковки тоже нальем клея пока клей остывает подготовим мелкие листочки для декорации этого места наношу клей и фиксируя листочки вокруг трубы все цветок готов теперь нужно вставить цветок в готовый стебель для стебля я использую трубы диаметром 26 миллиметров как я делаю стебель можно посмотреть в других видео на моем канале подсказки на видео я оставлю вверху экрана аккуратная стыковка цветка и стебля состоялась а у меня на сегодня все красивый пышный цветок для вашего праздника готов а вы не переставайте удивляться удивляйте и радуйте близких всем удачи пока пока